Добрый день, друзья! И сегодня я просто прочитаю то, что нам пишет Екатерина. Екатерина, мама нашего Давида. Давида, уже знакомого по видео. Наталья, добрый день! Начну с огромной благодарности. Давид радует каждый день. Попробую выслать несколько видео. И обратите внимание на тот момент на видео. Сравнение до и после. Надеюсь, на видео будет понятно. Мы-то рядом замечаем каждую мелочь. Первое видео в конце июля на мягкой реабилитации Вильден Красс. Очень Давид полюбил эту девушку. Прошу обратить внимание на удержание головы, плечей и спины. Голова висит, не особо контролирует еще. А на втором видео, вот уже почти те же упражнения, но середина сентября, после последней вашей проработки, да еще и впечатлениями делится как. Дальше. Спинка не сидит еще сам, но корпусом стал лучше держать. Например, фото, как Давид сидел в коляске весной и лето. Корпус прижат к спинке. А вот последние прогулки. Пристегнуть к спинке, не дай бог. Давид все держит сам. И еще пару фото, как стал лучше контролировать голову и плечи при сидении. Все сам. Все сам наш Давид. А вот тут обратите внимание на ножки. Такая постановка вообще была огромная редкость. Постоянно ноги прямые и в тонусе были. Ну и пару видео, как старается ползти наша умничка. К примеру, видео начала лета. Как полз одними руками и ноги в тонусе и почти не подключал. А тогда это был прорыв. Представляете? Огромная благодарность за ваш труд и ваших коллег. Результаты, правда, очень крутые. При том, что три года мы стояли практически на месте. И еще как здорово, наконец, всем выдохнуть и планировать наши реабилитации вообще без суматохи и гонки. Нагружая ребенка все и сразу. Не понимающие толком, куда бежим, вводить его в стресс и себя тоже. Сейчас все в радость. И Давиду, и нам. По крайней мере, мы так стараемся. А еще Давид очень полюбил целоваться. Я его целую в щеку, а он обязательно тоже пытается. Очень. И вот стал прям проявлять свои симпатии. Особенно, если кого-то из нас не было рядом долго. Например, папу с работы ждет. Прям бежит встречать, обнимает за шею, просится на руки. Стал очень эмоциональным. Простите, на эмоциях пишу кучу ошибок. Игрушки любимые и нет. Все понимает. Лежат на полу игрушки, его ботинки, в которых занимаемся. Прошу подать ботинок. Поворачивается, дает мне. Прошу дать второй. Повернулся до пол, взял второй, дал мне. Я в шоке была. Еще месяц назад максимум это просто подать то, что рядом лежит. Лежит и то кинуть в мою сторону. А тут прям в руки отдает. И сегодня. Наталья, добрый вечер. Каждый день все новое и новое. Пошли гулять. Стоим на перекрестке. Спрашиваю, куда идем. Он рукой показывает, куда. Сегодня захотел походить ножками. С моей поддержкой. В первый раз стал ровно на полные две стопы. Всегда тонус и только на носочках. А сегодня даже шаги делал именно на полную стопу. Такого не было. И это было практически невозможно сложно для него. А тут так легко. Я вас безгранично благодарю. Много стал болтать. Пока больше со звуками. Ма, па, ба. Но очень прям интересный. Интонации разные. Мимика пошла. Язык стал лучше работать. Из чашечки стало получаться пить. То есть не кусать ее с открытым ртом, а именно губами поток регулировать. В общем, правда прет. И мы с ним премся тоже. И мы с вами премся тоже. Я знаю, что Дарит поднимется, и у него все будет хорошо. Невероятно. Невероятно трудолюбивая душа. Невероятно трудолюбивая душа. Невероятно трудолюбивая душа.